Рассмотрим вариант нанесения QR-кода на программе ИСК 2.0, полный цикл. QR-код будет наноситься на лезвие данного ножа. Размер лезвия здесь очень маленький, давайте его померим в длину, в ширину. Длина составляет 45 миллиметров, толщина палитка 3 миллиметров, рабочая зона, где можно нанести QR-код составлять не больше 10 миллиметров. Итак, копируем ссылку того, что будем наносить, вбиваем текстовый файл, в левой панели свойства объекта вбиваем ссылку, необходимую, которую надо нанести. Переходим в формат barcode font28 и здесь мы выбираем в самом низу QR-код. Нажимаем применить. Ставим в центр рабочего поля, делаем привязку к какому-то из маркеров. В нашем случае маркер будет идти номер 0. Итак, увеличиваем размер нашего QR-кода, задаем его размер 10 миллиметров и получаем QR-код. Сам QR-код заливаем штриховкой, этого необходимо выполнить. В нашем случае мы будем делать черную насыщенную контрастную гравировку 0,02 миллиметра, то есть даже 0,00 миллиметра. Рассчитать все. Способ заливки двухнаправленное с прерыванием. Больше никакие функции здесь мы не вносим. Нажимаем принять. Происходит заливка нашего QR-кода. Делаем привязку контуровки к маркеру номер 2 и выставляем параметры необходимые для данной гравировки. В нашем случае параметры будут под черную насыщенную с контролем QR-пульса. То есть частотный диапазон у нас будет идти 150 килогерц, QR-пульс 13, минус 60, 130, 90, 60. Но есть одна небольшая особенность. Данный QR-код будет находиться на самом лезвии. Лезвие у нас немножко бликует и поэтому в некоторых случаях наше лезвие будет идти темного цвета. Такой же как QR-код. Для сканирования это не очень хорошо. Должны сделать с вами подложку. Подложка квадрат размером 11 миллиметров. Более чем достаточно. Выставляем в центр. Ставим заливку маркером номер 1. Плотность заливки ставим 0,035 миллиметра. Также двухнаправленная, непрерывистая. Галлашку расчета и все можно здесь убрать. Нажимаем, где применить. Ставим на верхний слой. Move to top. Параметры данного маркера. Маркер номер 1. Скорость 2000. Мощность 12%, частота 20 и пульс 200. Остальные параметры мы здесь не меняем. Используем станок GPT-50M8. Итак, можно так же сделать, чтобы наш QR-код держался как можно дольше, потому что лезвие ножа будет со временем изнашиваться и QR-код может стереться. Поэтому можно сделать нанесение QR-кода с выборкой материала. То есть мы создаем копию QR-кода Ctrl-C, Ctrl-V. Давайте здесь выделим. Ctrl-C, Ctrl-V. Шаг вниз, шаг влево разрешаем на место. И верхний слой мы меняем параметры. Заливки. Первый слой выборки ставим маркером номер 0. Без рассчитайся, кросс-хатчем. Способ выборки двухнаправленно-непрерывистый змейка. Для, скажем так, получения более четкого детализированного рисунка, без белых краев, без матовых краев, ставим отступ от края в 0,01 мм. И, соответственно, ставим здесь слой чистки. Таким же способом все то же самое. Двухнаправленно-непрерывистый, только с маркером номер 1. Плотность заливки будет идти 0,04 мм. Можно даже поставить 0,05 мм, будет более чем достаточно. Также сделаем отступ от края в 0,01 мм. Есть. Изменения все внесены. Выбираем наш объект и переходим в рабочую зону нашей гравировки. Параметры по маркеру 0. Давайте так еще сделаем привязку. Проверяем параметр маркер номер 0. Выборка материала. Скорость 1400. Мощность 18%. Будет более чем достаточно. 20-200. Сными параметрами не трогаем. Чистка материала 20-12. То есть, 2012. И маркировка. Здесь выставляем параметры 50, 150, 13, 60. Опять же, Q-пульс и частоту смотрим уже по таблице. Переходим к процессу гравировки. Обязательно вставляем фокус на расстояние. Выставляем позицию гравировки и нажимаем F2. гравировки. Гравировки. Удаляем таблице. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, само качество нанесения QR-кода можете проверить, сканировав своим телефоном. Сканируется без проблем, переходит также без проблем. Повторим процедуру с измененными параметрами. Все то же самое. Нажимаем F1 и нажимаем F2. Сразу скажу, что такие параметры надо обязательно сохранять для дальнейшей работы. Это раз. И второй момент. На этих ножах, кто будет брать расходку больше, чем на сумму 10 тысяч рублей, получает подарок нож. На одном из ножей, ну, посмотрим, может быть, на всех будем делать, скорее всего, с тыльной стороны будет находиться QR-код на бонусные макетики. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Смотрим внимательно. Внеся некоторые корректировки, мы получаем более чистую модель гравировки. Касаемая детализация и считание, можно также проверить телефоном и сосканировать данную гравировку QR-кода. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok